Президент Украины Порошенко Петру Алексеевича, я хочу поздравить всех с государственным праздником Днем Конституции. 18 лет назад была принята Конституция нашего государства. Конституция – это основной закон государства, и от него уже идут все остальные законодательные акты. Любое противоречие любого закона с Конституцией недопустимо. Поэтому именно, может быть, является День Конституции, это государственный праздник, который мы отмечаем каждый год. Спасибо большое, что собрались. Леонид Григорьевич говорит, как быть? Я говорю, как, у нас в Красной Лимане мирная жизнь. А как было у вас до этого, так оно должно быть каждый день. Ну, лучше будете делать потом, но, по крайней мере, то, что я говорю с первого дня, оно должно быть так, как было при мирной жизни. Государство Украины – это наша родина. Уже 23 года мы живем в нашем государстве. Вы знаете, я смотрю на девчат национальных красивых костюмов. Вы видите, приятно смотреть, приятно жить и осознавать, что мы живем в нашем государстве, в Украине. И смотрите, я говорю по-русски, все говорят по-русски. Никогда не было никаких проблем. Все вот эти проблемы, которые мы переживаем, они созданы искусственно. Вы знаете, перед тем, как я сюда открыл Конституцию. И пробежался некоторые статьи, думаю, ну, посмотрю, что там может быть интересное. И там была одна статья, где нахождение военных баз на территории государства Украины недопустимо. Что мы имеем? 23 года мы имели по факту то, что противоречит с нашим основным законом. Да, были какие-то анимации, понятия, исключения, может быть, понимание некоторых вещей. Но вот смотрите, закон основной гласит вот так. По факту мы имели немножко обратное. И видим результат. Аннексия Крыма и все остальное. Вы думаете, для чего это все творится? Это всего лишь следствие. А основа от того, что вроде бы наше братское государство. И вот так вот поступило. Опять-таки я говорю, это не государство поступило в России. Это поступил ее президент Путин. История расставит все на свои места. Мы все равно будем жить и добрососедствовать с Россией. Буквально за полчаса до начала этого митинга мне на городской телефон в кабинет позвонила женщина из Москвы. Она спросила, может быть, даже кто-то знает Севастопольская 9, бабушку там, фамилию, что я не записала, не помню, сейчас кого-то пошли выяснить. Она говорит, я завтра перезвоню. Она хотела узнать, жива или не жива это ее бабушка. Умерла бабушка. Умерла бабушка, да. Севастопольская 9, 25-го года рождения. Ну, значит, позвоню завтра это самое. Она переживает за нее. Она сама, внушение полковник, служил в Украине. Говорит, я всю жизнь прожила. Ну, всю жизнь достаточно долго на Украине. Прекрасная страна. О каких бандерах, о каком правосекторе идет речь? Я даже, Леонид Григорьевич мне, ну, вроде бы, говорит, может, без автомата. Я изменяюсь перед всеми за эти автоматы, за все эти военные формы. Ну, поверьте, я, скажем так, мне его выдали. Это мое оружие, я из-за него расписался. С меня никто не снимал должность командира батальона. Как только я с меня снимут эту обязанность, я с радостью, подчеркиваю, с радостью расстанусь этим автоматом. И так же, как и вы, скажем так, хочу и буду жить мирной жизнью, воспитывать детей и радоваться каждому дню, каждому, кажется, тихому, спокойному, мирному небу. Поэтому еще раз хочу вас поздравить с этим праздником. И, вы знаете, ну, вот я был на Кипре. И, вы знаете, конечно, немножко там тоже сейчас проблематика, она уже зашла очень далеко. 20-30 лет, часть Кипра, Алексея Алексеевна Турции. И там вот такая вот гора большая, и там большими белыми камнями, она за несколько, там, десятков километров видна. И по-турецки такое название «Я рад, что я вез» или там родился турком. Вот. Все-таки национальная идея, национальная гордость должна быть, мне кажется, в нашем обществе, в нашем государстве, прежде всего. И 23 года в нашем государстве. Это уже просто целое поколение. Поэтому я хочу, я все-таки очень хочу, чтобы мы жили в нашем государстве, понимая и, скажем так, отнеся вот эту национальную идею с гордостью, впитывая во все, что говорится, в окружении, прежде всего своим детям. И только тогда, когда мы будем понимать, что мы живем не ради, там, большой или маленькой зарплаты, не ради того, где-то там лучше или хуже, а то, что мы живем в своем государстве, мы должны его строить сами, через выборы, через какую-то власть, местное управление и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, через, в конце концов, активную жизненную гражданскую позицию. Но это наше государство, это наш дом. И позволить кому-то где-то как-то отщикнуть, где-то как-то навязать свое мнение, там, какой-то порядок устроить, мы не позволим. Я надеюсь, что вы поддерживаете меня. Пусть, может быть, кто-то где-то, может быть, со мной в чем-то не согласен, но это каждое умение. Но любое мнение, любая политическая мысль будет воспринята в себе как норма, тогда будет на улице мир, спокойствие, в домах тепло и юг. Поэтому сейчас у нас одна акция восстановить мир и порядок. Живем, как жили до этого. Прекрасно и хорошо. При наличии даже множества каких-то мелких проблем, там, на крае, не без этого, без проблем же жить не возможно, да и случилось. Поэтому еще раз всем поздравляю с праздником. Желаю всего всего наилучшего и самого главного нашего времени – это мира. Мирного неба над головой. Спасибо. Спасибо. В цей святковый день прийміть слова витания від міського голови Леоніда Григорьевича Перебейноса. Уважаемые краснолиманцы, я рад, что могу снова вместе с вами здесь быть. Каждый пережил это нелегкое время по-своему. И хотелось бы, чтобы худшее было действительно забыто. Завтра, послезавтра будет День Конституции. Действительно, в каждой стране Конституция – это основной закон. Если мы научимся выполнять нашу Конституцию, а не просто ее писать, то будет, наверное, совершенно ее другая жизнь. Мы на протяжении вот этих сколько лет, сколько я помню, была у нас везде Конституция. Ну, первое время туда никто не заглядывал. Потом ее была Конституция, которая практически не выполнялась. И вот хотелось бы, в конце концов, сегодня президент предлагает изменения в Конституции, чтобы это был тот ее закон, на котором мы могли жить. Если написано «бесплатное медицинское обслуживание», оно должно быть бесплатным. Бесплатное образование, оно должно быть бесплатным. Если платным, то напишите, сколько оно должно быть платным. А не просто его декларирование. Сегодня непростое время. Конституцион Владимирович просто ее сказал, что он пришел там ее с автоматом. Он не сказал, что за эти две недели уже три раза покушение было на него. Он это не говорит, потому что скромность. Поэтому, как будто бы сегодня мир, но сегодня еще идет где-то боевые действия. В больницу поступают раненые. Где-то там паникеры есть, которые хотят, чтобы было вообще плохо. Там закрыли сегодня больницу, там ЖД, потому что будет зачистка ее в хороста города. Мы сейчас возьмем всех на контроль, до единого. Кто на сегодняшний день распустил людей, по каким случаям распущено. Если бы было какие-то сегодня предпосылки, наверное, не было этого собрания. Мы же не такие люди, чтобы кого-то его подставлять под пулей. Пока, если сегодняшний день, обстановка в Лимане нормальная. Нам удалось за это время возродить то, что оно должно было быть. Сегодня работают все банкоматы. Сегодня мы плачем ее заработную плату. Сегодня казначейство уже на предприятии нас Киева. Сегодня пошли электрички. Сегодня заработала одна заправка. Завтра заработает еще авиаз заправка. Косинь и траву. Стараемся принимать ее людей, оказывать помощь. Вы, наверное, видели или читали то, что президент по мирным инициативам на сегодняшний день. Один из пунктов есть, что государство гарантирует возмещение убытку, которое было нанесено во время военных действий. И я уверен, что это будет сделано. Поэтому я вас всех поздравляю с этим днем. И хочу, чтобы наша Конституция была такой же сильной, мощной, как и Конституция других стран, которые не меняются на протяжении 50, 70, а то и 200 лет. Чтобы это был наш закон, который у каждого он в сердце. Чтобы мы могли жить, и зная, что у нас есть защита. Самая главная защита, еще раз повторяю, это наш основной закон. Поэтому я хочу вас всех поздравить с этим праздником, с наступающим ее праздником. И, как было действительно сказано, что был мир. Мир, чтобы был и покой. Чтобы люди не сидели по подвалам, а чтобы люди действительно выходили на улицу. Я все прекрасно понимаю, что не сразу же это будет все сделано. Но каждый из нас должен верить. Верить в то, что мы вместе сможем сделать очень и очень для нашего любимого города, для нашего Красного ремана. С праздником вас, родные! Дорогие друзья! Приймайте визичные приветствия от Виктории Тихоя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»